Легендарный, волшебный, удивительный Олег Назаров сегодня у нас в гостях. Во всем мире люди едят свое. То есть если взять французов, например, вот у обычных французов там 85% конечно что едят? Они едят свой биф-бургиньон, мясо в вине, они там утку конфи, ножку, петуха в вине. Буя-без едят на юге. На юге, да? Совсем, да. Все едят свое. Немцы едят свои свиные рульки, австрийцы свои шницы или тафель-шпиц, знаменитое блюдо. Я не знаю, поляки едят бигас, узбеки едят плов, эти монголы едят свое монгольское, в Монголии они едят свое монгольское. И только мы, русские люди, до последнего времени ели пиццы, роллы, бургеры и все, что не связано с нами. Это было ежедневной едой, что страшно и неправильно, на мой взгляд. То есть мы свою родную кухню разменяли. На самом деле, русская кухня, это реально русская идея. Русской кухне больше лет, чем христианство на Руси. И вот это было разменено на вот эти побрякушки, которые к нам принесли цивилизованные, так сказать, народы. Сейчас, то ли благодаря Крыму, всем этим санкциям, антисанкциям, но начало действительно, то ли это просто движение уже такое, знаете, патриотического... Классно-патриотического управления. Ну, даже не классно. Почему? Это нормально. Это нормально. Мы стали двигаться в том, что наши люди начинают понимать, что нужно есть свою региональную еду, местную еду. То, что вот рядом растет, бегает, плавает, ловится. Вот это и надо есть. И вот это сейчас тенденция в России, в Москве, в Питере, в Новосибире, в больших таких столичных городах. И эта тенденция начинает постепенно продвигаться и назад в эту самую провинцию. Я считаю, что это правильно, на мой взгляд. Потому что человек должен есть свое родное. Как ежедневная еда. А вот иногда, когда хочется что-то разнообразить, он может пойти и съесть пиццу, или пойти и съесть этот самый какой-нибудь суши. Поэтому, на самом деле, все развивается, как оно должно развиваться. Сказать, что что-то происходит такое сверхъестественное, я не могу. Конечно, такие города, как Питер, Москва, Новосибирск, они на шаг впереди Челябинска. То есть, они там рождаются какие-то новые концепции. Быстрее вот эта такая какая-то обращаемость ресторанная идет. А Челябинске, это, конечно, отстает. Ну, даже Екатеринбург, он более, честно говоря, продвинутый на этом плане. Но, все равно город миллионник большой. Деньги, как я так подозреваю, у кого-то есть еще остались. Поэтому... Где-то они есть. ...ресторанному рынку развиваться. А тоже шаурма, например, везде, которая поголодная шаурмизация. Ну, вот, видимо, устраивает. Ну, то же самое, мясо, хлеб. То есть, это, получается, по запросу аудитории идут такие процессы? Идут процессы именно по запросу аудитории. Потому что навязать невозможно. Вот сколько в Москве не навязывали, допустим, китайскую кухню, ну, вот она не идет пока. Сколько в Москве не навязывают паназию, причем такую дорогую, хорошую паназию, которая, в принципе, вкусная. Она не идет. Она идет в формате очень недорогих, значит, каких-то мест, где быстро тебе вог какой-нибудь на воге что-то сварят, да, сделают, жарят, вот и дадут. А так, чтобы вот сказать, вот, мы все ходим, едим в том яму, в дорогих ресторанах, такого нету. Ну, а как получается тогда вот московские фишки, да, московские направления, то, что вы говорите, они там, ну, естественно, раньше появляются, да, и первые. Как же их тогда применять к Челябинску? То есть вы приехали, да, с семинаром к нам, рассказали свои примочки, свои идеи, свои фишки, как мы их тут будем применять, если у нас аудитория другая. Она у нас пролетарская. Нет, мы о другом говорим. Вы спрашивали о тенденциях ресторанного рынка, а я же приехал рассказывать о способах продвижения. Это совсем другое. Такие же способы продвижения будут характерны и для, там, ритейла, и для, там, по торговле, я не знаю, одеждой, и для торговли бензином. То есть для любой сферы, да? Любой сферы. То есть то, что я рассказываю, это способы... Вообще применим. Да, да. Поэтому, например, на мои семинары, вот такие, по продвижению, очень много приходит пиарщиков совершенно из разных сфер. Потому что до этого политика. Мы, не хочу хвастаться, но участвовали в избрании с моими технологиями, избраниями президента Молдавии, Молдовы, Игоря Дадона. И нормально, и сработало. Ага. Ну вот, тем не менее, возвращаясь, опять же, к вопросу о том, что московские примочки, они у вас там в Москве работают... Примочки в отношении чего? В отношении ресторанов. В отношении ресторанного бизнеса. Они у нас тут будут работать? Или нам еще рановато? Смотря какие. Смотря какие. Если, например, вы скажете, вот в Москве сейчас очень популярна тема винных баров, таких винных ресторанчиков маленьких. Я сомневаюсь, что в Челябинске эта тема пойдет. Вот сейчас. Но тема винных ресторанчиков в Москве 10 лет назад тоже не стояла. Я, наоборот, всегда говорил рестораторам, люди, не думайте, что мы, как в Европе, людям любим зайти, выпить стаканчик вина, потом в другое место, в другое. Не открывайте винные рестораны. У нас одно за один за другим закрылись винные рестораны, известные в то время. Там Инвина, например, которые абсент, которые гордились тем, что они разливают вино по бокалам. У них там у одного 32 вайнкипера, у другого там 64, которые позволяют разливать по бокалам, потому что кислород не пропадает, не попадает в бутылку и не происходит окисление вина. Вот. Все закрылось. Это был там пятый, шестой год. А сейчас вот и всплеск. Поэтому не исключено, что и в Челябинске что-то произойдет. Это мода такая пошла? Развитие общества. Люди стали больше, скажем, ездить по Европе. Вот эти были сладкие, жирные, там, 10-11 год, когда люди активно ездили, у них были деньги. Они стали привыкать к этому. И они понимают, что вино не обязательно должно стоить 5000 рублей, потому что это же вино там стоит 3 евро. 3 евро. И оно и должно стоить 3 евро. И поскольку они это понимают, то нашлись люди, которые, имея эту целевую аудиторию, которые это понимают, они дали ей то, с чем она привыкла в Европе. Они дали ей вино, которое там стоит 3 евро, но здесь оно стоит, условно говоря, 10 евро. 10 евро, ну, с учетом того, что, значит, привезти и так далее. И они понимают, вот эта аудитория понимает, ну, а действительно, они понимают, что это какие-то деньги надо заплатить за перевозку, за транспорт, за хранение, за логистику, все это дело. Это стоит этих денег. Но не 50 евро, а 10. И вот эти винные бары у нас пошли. Очень хорошо сейчас развиваются. Куда ни плюнь, сейчас попадешь в винные бары. Это хорошо, на мой взгляд. Когда больше народу станет из Челябинска и там по Европам колесить, наверное, будет то же самое. Но это постепенно-постепенно все развивается как-то в какую-то сторону. Единственное, где сейчас совершенно очень быстро все развивается, это, конечно, в области вот этой информационной, IT-технологии, когда, ну, кто там мог знать еще там 10 лет. Когда Ходорковский в 13-м году вышел из тюрьмы, он 10 лет сидел. Как говорят люди, которые были в тот момент рядом с ним, его больше всего потрясло. Он же проспал всю эту эпоху, когда появились айфоны, смартфоны. Его больше вот этот айфон. Он с этим айфоном бегал, как рассказывал. Как руки с дутками. Да, потому что вот это было, это откровение. Вот за 10 лет вот эта технология, она, конечно, далеко шагнула. Вот это интернет везде, в любой момент ходишь. Раньше что-то нужно было проверить, нужно было идти в библиотеку. Сейчас набрал в Яндексе, два слова, у тебя вся информация. Вот. Вот это быстро изменилось. Соответственно, изменились какие-то способы донесения информации до человека. А какие-то базовые ценности, они меняются гораздо медленнее. Поэтому люди любили это есть. Раньше, например, я вот так вот считал, что ресторанная мода, она примерно где-то года 4 держалась. То есть сначала, если брать российский ресторанный рынок, то вот если так брать, что это ресторанный бизнес, когда пошел, это где-то середина 90-х. Вот сначала вот у нас почему-то откуда-то пришла мода на кухню то, что называется текс-мекс. Все, значит, ели, значит, буррито, фахито, фахито с кисадилью и пили девочке маргариту, а мальчики, значит, лизни, сосни, кусни, значит, текилу. Проходило ровно 4 года. Потом пришла мода на Японию. И Япония всех захватила. 4 года держалась. Потом Япония, в Италию пришла. А потом пришла вот эта, я так скажу так, узбекско-азербайджанская вот эта тема, да. И вот она держится до сих пор. Вот где-то уже лет 12. Олег Васильевич, вот такой вопрос. У нас запрос, скажем так, поступил от наших некоторых челябинских ресторанов такой. Хорошая локация, свое помещение, ресторан пустой. Чего им не хватает? Вы знаете, надо смотреть конкретно. Надо смотреть конкретно. Каждую историю. Да, это, как говорится, все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные несчастны по-своему. Это у всех надо смотреть, где, чего, почему, потому что причины могут быть самые разные. К примеру? Самая распространенная причина – это концепция не соответствует целевой аудитории. То есть, публики такой нету. Нету такой публики, которая стала выходить. Вот, условно говоря, то же самое, как вы рассказываете. Если вы открываете дорогой ресторан молекулярной той же кухни, никого не будет. Потому что это нафиг, никому концепция не нужна. На нее нет потребителей. То же будет, если это будет дорогой ресторан высокой французской кухни. То же самое не будет. Или, если вы открыли, скажем так, гламурное место, а сами вы являетесь директором мусоросжигающего завода и все время проводите там. То есть, какое бы вы гламурное место ни открывали, вы просто не крутитесь в той публике, которая ходит к таким местам, а они ходят к своим. Ну и так далее. Может быть, там, не знаю, сервис, бывает просто проклятое место. Вот просто это место… То есть, это не легенда, да? Нет, ну есть такие. Я сам в Москве такие могу птыкнуть пальцем, где один за другим ресторан закрывается. То есть, всякое бывает. На самом деле, смотреть нужно. Просто у нас будет в конце ноября открытие бара с морепродуктами. Нам интересно, чем эта история начнется и как она будет развиваться. Мне тоже это интересно. Со свежайшими прямо. Ну, там, сейчас в Екатеринбурге такое же, значит, сделали. Ну, это надо посмотреть, насколько это будет востребовано, понимаете? То есть, условно говоря, скажем, если брать Лондон, это будет очень востребовано, да? Если это брать Москву, уже надо смотреть. То есть, даже в Москве это может не зайти? Нет, ну, там будет зависеть от цены, какие будут на этих, на морских гадов. То есть, если будут цены хорошие, вменяемые, и к тому, чему привык человек в Европе, опять-таки, тогда это будет востребовано. А если это будет устрица по 800 рублей, то за штуку никого не будет там. Ну, там обещают средний чек полторы, насколько я помню. Ну, мало чего обещать. Обещать – это не жениться. Обещают они вам что угодно. Когда ресторатор, открывая заведение, свой средний чек, как бы, вот так вот, значит, заранее рассказывает, это, ну, помножьте на два. Потому что, ну, конечно, он желает так сказать, что у него все будет здорово, доступно и замечательно. Это совсем не факт, что это так будет. Хорошо. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Так, мне теперь еще вас представить надо. Как мне вас представить? Ведущий, российский ресторанный критик и специалист по продвижению ресторанов. Волшебный, великолепный, молодой и сексуальный. В возрасте моего папы, если что. Ну, представить-то можно. Ну, мой папа, он такой мужчина. Он ведь. Ого-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok